Ангарск может по праву считаться театральным городом. Такого количества и многообразия творческих студий нет, пожалуй, даже в столице региона. А начиналось всё с агит-бригад, куда приходили молодые, яркие, талантливые юноши и девушки, мечтающие воплощать свои идеи на сцене. А сегодня эти люди уже формируют вокруг себя новые коллективы. Театральная культура требует достаточно плотного интеллекта, она требует достаточно хорошего развития, образования и так далее. И это надо закладывать с детских лет. И когда это закладывается, тогда и получается какой-то результат нормальный. Поэтому и так растут и формируются коллективы. Поэтому я очень рад, что очень много детских коллективов сейчас появилось в Ангарске и развивается эта сфера. Я думаю, что это надёжный оплот для развития театральной атмосферы в Ангарске. Режиссёр – это не только руководитель. Он учитель, второй отец для десятков, сотен маленьких человечков. Ведь театр – это не просто игра. Это возможность примерить на себя чужой образ или пережить какую-то ситуацию или характер. Сколько я уже ошибалась, а всё такая же дура. Юмон – это убежище, в котором умный человек прячется от мрачности и грязи. Ещё одно детище Александра Ивановича – театральный фестиваль на Байкале «Сибирская рампа», основателем и председателем которого и является режиссёр. Каждый год на Ольхоне собираются коллективы со всего мира. Актёры знакомятся, учатся, становятся друзьями навек. Такими, как Александр Кононов и Михаил Бачин. Проехали нашу любимую Иркутскую область и нашу всю Сибирь. Много раз ставили в разных городах праздники, заключительные концерты. И везде Александр Иванович и Валерий Лазарев, Валерий Николаевич оставляли песни. И они живут до сих пор. И всё, что связано в сценариях с поэтической строкой – это всё Александр Иванович. Александр Кононов – автор множества поэтических произведений. Строки некоторых из них стали основой для песен. Любовь и уважение учеников, друзей по сцене и, конечно же, земляков – это ли не лучший подарок для творческого человека? Евгения Шильникова, Антон Бархатов. Местное время. Евгения Шильникова, Антон Бархатов.